Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Выявить коронавирус на начальной стадии в Самару привезли тест-системы. Измеряют температуру и проверяют горло, здоровье воспитанников детских садов в Самаре под особым контролем. Очистят 11 тысяч световых опор. Специалисты горсвета активно включились в месячник по благоустройству. Зиму выдержала улицу Тухачевского. После ремонта проверили общественники и остались довольны увиденным. Соблюдают ли санитарные нормы самарские кафе и рестораны? Роспотребнадзор проверит предприятие общепита. Кто победит, физики или лирики? Самарцам рассказали о ключевых профессиях будущего. Больше 50 не собираться. В Самаре введены ограничения, направленные на предотвращение распространения на территории города заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Сегодня глава города Елена Лапушкина провела заседание городского штаба. В его состав вошли все руководители отраслевых департаментов администрации. Главы районов, представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и полиции. Школы города переведены на дистанционное обучение. Временно закрыты все учреждения культуры, отменены концерты и выставки. Кроме того, фитнес-центрам рекомендовано усилить противоэпидемиологические меры и ограничить число посетителей. Принять все возможные меры, чтобы не допустить роста заболеваемости. В Самаре введены ограничения, направленные на предотвращение распространения на территории города заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсуждают на заседании оперативного штаба. В его состав вошли руководители отраслевых департаментов администрации, главы районов, представители Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения, полиции. Школы города переведены на дистанционное обучение. Временно закрыты все учреждения культуры, отменены концерты и выставки. Кроме того, фитнес-центрам рекомендовано усилить противоэпидемические меры и ограничить число посетителей. Мы понимаем, что любая тренировочная процесса – это то же самое мероприятие. Поэтому и всем фитнес-центрам, и всем частным клубам будет рекомендовано ограничить количество взрослых людей до 50 человек, занимающихся. Обязательно предпринимать все меры дезинфекции, которые температурный фильтр, обработка соответствующими средствами всех поручней, ручек и так далее. И также соответственно те же самые спортивные снаряды. Также городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки переходит на новый режим работы. Подать заявление и оформить документы можно будет только по предварительной записи по телефонам, которые вы видите на экране. Конечно, мы всех примем, постараемся каждому оказать помощь, но надо понимать, что это сделано для граждан, для нас с вами, для того, чтобы мы могли спокойно посещать, прийти к определенному времени, получить соответствующую услугу, получить разрешение или обратиться с заявлением. До 11 апреля по предварительной записи самарцев будет принимать и МФЦ, который ежедневно посещают больше 3000 человек. Чтобы в отделениях не скапливалось слишком много людей, посетители будут приходить к назначенному времени. Предварительную запись можно осуществить через сайт МФЦ, через портал МФЦ Самарской области, а также по специально выделенному номеру 205-77-48. Также торговым центрам рекомендовано не допускать больших скоплений людей. Особенно это касается подростков на зонах фудкортов. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. В Самару привезли тест-системы, с помощью которых можно будет проверить себя на наличие коронавируса. В ближайшее время их распределят по областным больницам. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Тесты получат те больницы, которые могут проводить диагностику методом цепной реакции, как, к примеру, больница Пирогова. Для сдачи теста необходимо направление врача. На особом контроле в эти дни здоровье детей. Пока в самарских школах обучают дистанционно, детские сады продолжают работу в обычном режиме. С начала недели каждый день воспитатели и дети проходят процедуру так называемого утреннего фильтра. У них проверяют температуру тела и признаки респираторных заболеваний. Утро в детском саду номер 56 провел Андрей Горгуленко. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас себя чувствует? Хорошо. Пожалуйста, масочки вам даем сейчас. Замер температуры тела, выдачи свежей маски. Так теперь начинается и заканчивается каждый день воспитателей 56-го детского сада. Все стерильно и, что важно, быстро. Замер производят бесконтактными градусниками. Только после этого педагоги проходят в группу к детям. Где, как признаются воспитатели, внешние события не имеют никакого влияния. Дети все так же радостны, готовы играть с куклами и машинками, собирать конструкторы и учить буквы и цифры. Веселые, активные, да, ничего не изменилось. Все так же. Занятия, веселье, игры, все у нас так же пропадет по плану. Режим уборки помещений в детском саду менять не пришлось. Здесь и до профилактических мер качественно наводили порядок. Все дезинфицирующие средства в учреждении заготовлены в полном объеме. Дошкольные учреждения – это то место, где всегда есть какой-то карантин, есть какая-то эпидемия, нет эпидемии. Настолько тщательно производится дезинфекция, уборка, контроль за состоянием детей, что волнений и каких-то вот таких ажиотажных моментов оно не имеет места быть. Регулярно проверяют в саду температуру и горло у детей. Такие временные медпункты находятся у каждого входа. Врач вносит все результаты осмотра в специальную таблицу. Родители с пониманием относятся к новым процедурам и не переживают о здоровье своих детей. Вижу, какой контроль здесь ведется за тем, что если вдруг заболевший ребенок, его обязательно изолируют от всей группы. Поэтому я очень спокойна за своего ребенка. Никаких опасений не имею. Если вдруг на утреннем осмотре у ребенка будет выявлена температура, то родителям рекомендуют сразу обратиться к врачу. Также их оперативно проинформируют, если у воспитанника появился жар в течение дня. Но пока с начала карантина в городе ни одного случая высокой температуры у детей зафиксировано не было. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Самарцы могут вернуть деньги за железнодорожные билеты, даже если они не возвратные. О такой возможности сообщает РЖД. Это можно сделать до 10 апреля. Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в разных регионах страны. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Без паники еды хватит всем. Эти слова сейчас звучат отовсюду. Областные и городские власти утверждают, причины для ажиотажа нет. Склады магазинов заполнены товаром. Количество поставок увеличено вдвое. Но недоверчивые самарцы продолжают скупать крупы, сахар и бытовую химию. Как результат, растут цены. Лариса Шлафаст подробнее. Тревожные вести о распространении нового вируса вгоняют некоторых самарцев в панику. Люди решили, суровое время приходит и начали стремительно скупать крупы, консервы, сахар и мясо. Смотрите, все вообще смелее. Курица, индейка, ничего. Я просто видела этот случай, когда сегодня затаривалась бабушка. Ну, в связи с их возрастом. Ну, и вот моя сестра тоже затаривается. Она достаточно молодая девушка, но она паникует. Ну, сейчас зашла в магазин, действительно, в ближайшие пятерки. Вроде гречки нет. Если от коронавируса умрешь, зачем запасы нужны? Нет, девушка, нет. Все будет хорошо. Резко опустили полки с мылом, дезинфицирующими средствами и туалетной бумагой. Самарцы активно пользовались мылом и туалетной бумагой еще до того, как это стало трендом. Но даже для тех, кто открыл эти удивительные вещи только сейчас, их точно хватит. На складах крупнейших торговых сетей товаров в изобилии. По заверению представителей магазинов, никаких перебоев с поставками не предвидится. Предпосылок к дефициту в городе нет. Говорят, еды и туалетной бумаги хватит на всех. У нас достаточно товара для того, чтобы обеспечить магазины продукции. И мы увеличиваем запас на случай дальнейшего увеличения спроса. Мы можем товаром, который находится на хранении, обеспечивать магазины города несколько недель. Не стоит переживать и по поводу медицинских масок. Министерство здравоохранения Самарской области обратилось к жителям с официальным заявлением и заверило, Российские производители масок уже работают в режиме 24 на 7, производя по полтора миллиона штук в сутки. В ближайшее время ими обеспечат все аптеки. Также в ведомстве напомнили, что медицинская маска нужна уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Антисептик на входе и регулярная уборка помещений с помощью специальных средств. Самарские рестораны и кафе перешли на усиленный режим дезинфекции. Соответствующее предписание выдал областной Роспотребнадзор. Как выполняются эти рекомендации, выяснил наш корреспондент. Антисептиком дорогу воспользуетесь? Да, конечно. Он у нас размещен после уборки, также есть у нас на главном стейшне. Дорогих гостей самарские рестораны теперь встречают антисептиком. Заведения перешли на усиленный режим дезинфекции после предписания областного Роспотребнадзора. Столы для гостей и рабочей поверхности, ручки теперь обрабатывают каждые полчаса. Посуда моется при высоких температурах в специальных автоматах. Компании, которые приходят в ресторан, официанты рассаживают на дистанции не меньше метра. Особое внимание уделяют самочувствию и гигиене персонала. У нас есть такой, скажем, журнал «Замеры температуры сотрудников». Мы меряем температуру абсолютно всем, кто только пришел на работу. Дальше мы проводим замеры с часа до двух и в конце рабочей смерти. Если вы заходите с улиц, то мы обязательно сначала обрабатываем руки дезинфектором, потом мы моем руки с мылом, раздеваемся, моем руки с мылом и обрабатываем руки еще раз. Только после этого выходим в зал. Посетители говорят, благодаря этим мерам они не переживают за свое здоровье. Мы пришли на набережную, здесь очень мало народу сейчас гуляет. Мы как-то близко к другим людям не подходим. Когда соблюдаешь определенные меры безопасности, это мыть руки, лицо, близко не подходить к другим компаниям или группам, то я думаю, да, спокойно можно сидеть и посещать такие места. Затем, как самарские кафе и рестораны выполняют рекомендации, строго следит Роспотребнадзор. В соответствии с постановлением главного государственного врача Российской Федерации, в предприятии общественного питания выдано предписание оба дополнительных мерах по усилению профилактических дезинфекционных мероприятий. Выполнение предписания находится на контроле управления. Рестораны и кафе, которые не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, будут оштрафованы. Сумма наказания доходит до 20 тысяч рублей. Кроме того, работа заведения может быть приостановлена. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На заседании общественной палаты обсудили предложение по распределению федерального гранта в размере полутора миллиардов рублей. Эту сумму регион получил за успешное выполнение показателей национальных проектов. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, принять решение, на какие цели направить президентский грант, должны сами жители области. Какие инициативы выдвинули общественники, расскажет Елена Малютина. Труженикам тыла квартиры, новорожденным подарки. На заседании общественной палаты решали, на что потратят полтора миллиарда рублей президентского гранта. Самарская область заняла второе место в Приворском федеральном округе и стала одной из лучших в России по реализации национальных проектов в 2019 году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к населению и общественным организациям с просьбой определить наиболее приоритетные направления для распределения этих ресурсов. Общественная палата городского округа Самара уже рассматривали этот вопрос с учетом уже выявленного общественного мнения, развернулась дискуссия. И в основном, как вы были свидетелями, члены общественной палаты поддержали предложения, направленные на поддержку ветеранов в различных сферах, на оказание помощи по разным социальным категориям, которые нуждаются в государственной поддержке. Члены палаты предложили направить средства на поддержку ветеранов и тружеников тыла, молодых семей, ремонт школ, приобретение легкового транспорта для учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Председатель комиссии общественной палаты Самары Алексей Чигенев считает, на деньги гранта нужно обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А художественный руководитель и главный дирижер АСО Михаил Щербаков приобрести музыкальные инструменты и звуковую аппаратуру для ведущих концертных коллективов города. Обсудили и план работы общественной палаты на 2020 год. В частности, особое внимание было уделено общественному контролю за реализацией национальных проектов. Сейчас мы хотим более тесное взаимодействие делать с населением, не только в плане мониторинга членами палаты, формированием рабочих групп при комиссиях, для того, чтобы вовлекать общественные советы, советы микрорайонов в наших районах города для выработки отдельных вопросов. В течение года пройдут общественные обсуждения по вопросам доходной части бюджета городского округа Самара. Речь пойдет о пополнении бюджета налогами с физических лиц, благоустройстве городской среды, социальной поддержке ветеранов боевых действий, содержании городских дворов. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Самаре завершается первая неделя месячника по благоустройству, который в этом году начался раньше из-за теплой весны. В массовой уборке участвуют все коммунальные службы города. В стране не остались и специалисты Самара Горсвета. Монтеры очищают опоры освещения от незаконных объявлений. На антирекламный рейд с ними вышел и Андрей Горгуленко. Обычный электромонтер Самара Горсвета Виктор Явкин и его коллеги работают с проводами, подключают уличное освещение, ремонтируют поврежденные линии. В месячник по благоустройству у монтеров добавляется еще одна обязанность – очищать опоры освещения от незаконно наклеенной рекламы. За день бригада проходит несколько улиц. Как рассказывает Виктор, работа не очень сложная, но занимает много времени. За месяц надо очистить 11,5 тысяч столбов на улицах и во дворах Самары. Объявления уже убраны с полутора тысяч световых опор. Есть скребки специальные, они острые, соскабливаются. Сейчас пока еще на улице влажно, они сами, в принципе, легко отклеиваются. А когда засохшее уже объявление, да, смачиваем иногда водой. Особенно металлические опоры к ним плотно приклеиваются. Чтобы избегать этого в будущем, на опоры освещения за время месячника после очистки наносят специальную антивандальную краску. Она усложняет жизнь недобросовестным расклещикам объявлений и рекламы. Это покраска, нанесение антивандальной краски на опору. То есть после обработки опоры эта краска антивандальная, объявление уже не так держится, оно отваливается само со временем или плохо приклеивается. Кроме того, в месячник по благоустройству специалисты Самары Горсвета подкрашивают кронштейны со светильниками, выравнивают, ремонтируют и меняют покосившиеся столбы там, где это необходимо. Администрация Самары призывает горожан не портить облик города и размещать частные объявления на специальных информационных стендах. Их более 700 штук. Они расположены по всей территории города. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Лучший пивовар. Такая номинация появится в этом году в программе Всероссийского конкурса профессионального мастерства лучшей по профессии. Новая специальность введена в перечень соревнований по инициативе правительства Самарской области. Ее поддержало Министерство промышленности и торговли России. Для региона отрасль имеет особое значение. Здесь расположены как мелкие, так и крупные пивоваренные предприятия. С одним из них правительство заключило соглашение о партнерстве по организации и проведению федерального этапа конкурса, который пройдет в Самаре 14 и 15 июня. Пивоварение – это важная отрасль российской пищевой промышленности, которая является локомотивом для развития смежных производств. Предприятия внедряют современные технологии, стабильно платят налоги и создают рабочие места. Для того, чтобы эти традиции сохранять, для того, чтобы показывать роль нашего региона в общем объеме пивоваренной отрасли, мы считаем очень важным провести такой конкурс, где будут определяться лучшие по профессии именно здесь. Очень важно, что этот конкурс не будет каким-то закрытым, он будет представлен широкому кругу зрителей. Это будет такой своего рода праздник, где люди могут оценить и качество работы наших пивоваров, посмотреть на настоящих профессионалов, ну и оценить те напитки, которые, я думаю, тоже будут им представлены. Раритетный шум винила. В Самаре открылась выставка, на которой представили пластинки разных годов издания. На ней побывал наш корреспондент. На этой пластинке, выпущенной более 70 лет назад, записана партия из оперы «Аида». Точный срок издания неизвестен. Сама запись сделана в 20-е годы прошлого века. А такая технология изготовления пластинок появилась в 50-х. Так когда же точно увидел свет пластиковый диск? Эту загадку сейчас решают сотрудники областной библиотеки. А раритетную пластинку представили на выставке «Винил». Самое главное, что, несмотря на то, что даже если выяснится, что эти пластинки издания, что они 50-х или 60-х годов, они в прекрасном рабочем состоянии, их можно проигрывать или прослушать. И погрузиться именно в представление того времени. В экспозиции пластинки из фонда библиотеки, в котором хранится более 6 тысяч таких записей. На выставке представлена лишь малая часть. Здесь размещены пластинки с 50-х до 90-х годов. На них эстрадные песни, выступления генсека Советского Союза Леонида Брежнева, записи Ивановского академического хора текстильщиков, а также неизменная классика рока «Квинн», «Битлз», «Кино». Такая вот кладезь вдруг стала доступна всем, и разные слои населения реагирует. Например, совсем недавно пришла дама, которая сказала, «О, теперь я знаю, куда я подарю свою пластинку». Экспозиции будут регулярно обновляться. Выставка продлится до 31 декабря. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Переменчивая весенняя погода снова преподнесет сюрприз жителям региона. По прогнозам синоптиков, 23 марта погода в Самаре изменится. Температура воздуха прогреется максимум до 4 градусов. А уже на следующий день, 24 марта, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. В северных районах области до минус 13. Аномальное похолодание продлится недолго. С 25 марта в город снова придет весна. Потеплеет до 7 градусов. Такая переменчивая погода, говорят синоптики, держится в регионе с начала зимы. Если взять вот эти зимние месяцы, то такого длительного периода, постоянного, то есть декабрь, январь, 20 дней, практически 20 дней марта, у нас за весь период не было. Чтобы устойчиво было положительное значение. Полгода у нас повышенный температурный режим. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»